Итак, ребята, а теперь немножко такой уже более жизненный. Ну, насколько есть, придумал тут походу. Ребят, вот в том видео я сказал, что не должен делать программист искать исключения, а вот что может делать программист, работая со справкой, это искать методы. Но теперь давайте, я хочу, чтобы вы ходили по городу или по своему селению, не важно, но там, где вы живете, и все оцифровывали. Вот представьте, перед нами дом. И наша задача, чтобы мы могли иметь доступ к каждой квартире, это не обязательно, дом это может быть какое-то производство, и менять, менять там то, что нам нужно. Поэтому как мы рассуждаем? Мы рассуждаем примерно так, вот в виде чего? О, хорошо, по сути дела, вот я смотрю на дом, да, значит, я мог бы использовать список. Он даст мне возможность поместить много квартир. Вы видите, мы пока еще даже не проходили списки, но уже мыслимыми. А кто мне мешает в список поместить словарь? По сути дела, давайте посмотрим, что это получается. Вот как словарь. Я могу поместить потом ключ и значение, да. Теперь давайте представим, как это может быть. То есть, я вот думаю, я беру список, дальше в списке могу все что угодно, значит, я размещаю словари. Это у меня будут квартиры. Здесь будет ключом у меня, я думаю, номер квартиры, и значением будет собственник. При этом я могу рассматривать два. Номер квартиры можем сделать либо строку, либо интегр, да. Это будет у нас, пусть будет для начала инт, собственник будет строка, да, я для себя помечаю. То есть, вот так рассуждает программист, да. Он думает, в какой же тип данных мне всунуть. Вот есть задача, вот это вроде удобно, но просто не было больше времени. И искать программист может что? Например, напоминать операции словарями, да. То есть, забыл, да, например, хотя они должны, да, там можно где-то, ага, во, вспомнил, все, и пошел, тогда уже документации посмотрел. Это можно. И какие-то наработки других ребят, но задачу программист вкладывать, понимаете, должен сам придумать. Почему? Потому что только он знает. А то большинство людей нечто там скопируют, не понимают коди. То есть, вот эту изюминку, я хочу, чтобы вы поняли, что вы, вот то, что мы рассуждали сейчас с квартирой, это и есть работа программиста. Именно вы определяете. И дальше мы думаем, ага, по сути дела, нам поможет метод дет дет айтем. Там Буксуновский когда-то рассказывал. Ага. Мы можем излечь так каждую квартиру. Дальше, по сути дела, по сути дела, что у нас получается, мы действия, действия дальше делаем, получение, да, получение. Я получаю квартиру. Это обычный у меня словарь. Словарь. то есть дикт, да, а дальше с полученным значением с полученным значением работаю. Изменяю данные. И вот тут можно посмотреть. Я сказал, что все методы учить не надо. Важно знать, где найти. Дальше я интересуюсь вопросом. Если надо мне много данных менять, я-то знаю, что есть метод update для словарей. Тогда много. Если один. Дальше я четко уже понимаю, забыл, да, допустим. добавление словаря. например, да, как добавить словарь, да, там, бах-бах-бах и смотрим, да, методы, да, методы словарей. например, да, вот это вы можете поискать, вспомнить, да, и возможно, вот, update добавляет значение, имеющее, когда много, да, и так далее. Вот я хочу, чтобы вы сейчас именно уловили рассуждение программиста, потому что затык у ребят какой, что, а как писать программу, а что делать. Поэтому я уделяю сейчас много времени типам данных. Если раньше мы с вами писали класс, да, написали и убедились, что действительно данные мы можем получить, но ведь нас никто не ограничивает, а, еще, помните, я говорил, почему вот надо знать параметры, говорю, а чем вы будете рассуждать, вы же вспомните, я это говорил, чем мы будем рассуждать, сейчас мы как раз-то пристали к такому, к такому моменту, когда мы рассуждали, это что у нас будет, строкой, списком, да, и так далее, и так далее, то есть, чем это будет. в принципе, вот, написали, да, и я хочу, чтобы вы это уловили, я надеюсь, вы это уловили, дальше в коде еще посмотрим, иными словами, я смотрю на дом и в голове я представляю, ведь это компьютер, да, в голове я могу зайти в каждую квартиру и посмотреть, да, там, или там написать на бумаге, квартира номер один, там, Беликов, а завтра будет Серехим, да, это компьютер, значит, а вот как мне это сделать, я уже подбираю под себя данные, хорошо, как мы с вами подобрали, это будет список, но ведь список я знаю, и вы будете знать, дальше будем работать, я могу поместить все данные, и строку, и число, а кто мне мешает список получить, словарь, при этом, я для себя рассуждаю дальше, я себя помечу словарь, значит, я в ключ вбиваю номер квартиры, так как задача менять данные, а значение будет собственник, значит, я про себя рассуждаю, уже я легко извлекаю, уже дальше я рассуждаю так, отлично, теперь, мне надо получить себе квартиру, отлично, я знаю, есть метод магический, get item, который делает это в пару строк, да, значит, я получил доступ к квартиру, дальше, дальше все банально просто, дальше мне просто надо делать то, что делают словари, методами словарей, я просто работаю как словарем, меняю, беру ключ, меняю его значение, но кроме этого, я же могу еще много чего сделать, по словарям поиск сделать, ну, и пока моя задача ограничивается, я не хочу, чтобы мы сейчас прямо в сложности окунались, от простого, пока я хочу, чтобы вы вот это уловили, вот это рассуждение программиста, то есть программист рассуждает данными относительно задачи, и уже прорабатывает, да, ну, вот это будет отдельное видео в третьем, сейчас еще подумаю, что надо сказать правильно, я еще хочу один момент проговорить, пока это будет не совсем понятно, смысл все равно дойдет, смотрите, ребят, сейчас который код мы будем писать, он будет, наверное, может быть немножко кастомный, да, то есть, что такое кастомный, который применяется только в определенных случаях, поэтому что стараются делать программисты, сначала поясню на примере джанга, джанга началась с чего, с шаблона модель представления контролер, да, это было начало, потом что делают разработчики джанга, они отвязывают, делают полностью абстракцию, то есть, делают модель таким образом, что можно поменять в любой момент базу данных, то есть, никакой кастомности, идет абстракция, вот куда двигается программист в своих программах, чтобы наш код можно было применять абсолютно ко всему, мы этому научимся, и что делает джанга, они все джанга переделывают таким образом, что уже от шаблона модели представления контролера ничего не остается, остается только название, и они делают следующим образом, модель они отвязывают, теперь модель можно, мы можем делать приложение с моделями, без моделей, и использовать любую базу данных, и использовать даже свою базу данных, которую мы придумали только что, потом они оставляют представление, то есть это файл представления функции, которые классом, мы пишем для вывода, а контролера дают на джанга, то есть джанга полностью занимается, контролирует, как это правильно сказать, контролер, все процессы на автомате, и при этом они каждый процесс тоже разделяют, делают независимым, то есть в моделях есть абстракция, есть несколько строк, чтобы, допустим, при помощи класса создать любую запись, да, то есть это тоже идет абстракция, например, выняли класс, создали запись, а что это будет, комментарий или запись, то есть идут к абстракции, и джанга все это делает, и по сути дела над этим ведется все годы работа, чтобы делать каждую часть джанга независимой друг от друга, в этом и крутизна джанга, и вы должны идти дальше, когда мы будем с вами двигаться, ведь мы зачем это все делаем, как я замечал делают новички, когда они пишут конкретный класс, да, конкретный класс, и название указа конкретного класса, конкретного класса, а потом, потом, когда касается большого объекта, какого-то завода, фабрики, оказывается, что он думает, ну напишу сейчас 100 классов, но это же не выход, можно обойтись двумя классами, правильно, это мы, просто я вас настраиваю, что дальше надо изучать абстракцию, это довольно такая интересная вещь, но по сути дела здесь мы сделаем может быть немножко кастомно, но по сути дела этот код можно тоже сделать, ведь нам можно с одной стороны, сегодня надо излечь 10 квартир из дома, да, разделить, завтра места со стоянки излечь, послезавтра на заводе рабочие места излечь, чтобы мы могли доступ к каждому рабочему вместе описать что-то, вы поняли, да, вот к чему надо двигаться, ну, а заканчиваем то, с чего я и начал, да, программист рассуждает данными, поэтому сейчас мы уделяем много времени и стараемся рассмотреть уже более подробно, и так, все, задача понятна, в следующем видео пишем код,